Что повреждает доверие? Первое. Нарушение конфиденциальности. Вы понимаете, что доверие это отношение между определенными людьми, да? И все остальные люди, они лишние в этом вопросе. Если нарушена конфиденциальность какой-то стороной, доверие исчезает. Второе. Неверность или двойственность? Неверность или двойственность? Ну вот, например, наши политические партнеры сейчас Украине не могут доверять. Потому что Украина то смотрит в сторону Европейского Союза, то смотрит в сторону России. Правда? Как вот Израиль. Точно сейчас положение политической Украины, как положение Израиля. Когда Израиль смотрел то в Вавилоне, да? То туда. И Бог критиковал. То в Осирию, то в Египет. Израиль смотрел, да. Значит, первое – нарушение конфиденциальности. Второе – неверность или двойственность. Точно так же, если ты доверяешь своему партнеру, и в то же время у тебя есть отношение с каким-то другим партнером, о котором первый не знает, да? То это называется неверность или двойственность. Ну, самое активное такое проявление – это предательство. Третье – это предательство. Следующее – нечестность. Честность – это верность своему слову, а нечестность – это невыполнение обещаний. Пятое – ненадежность, непостоянство, невнимательность, легкомыслие. Что повреждает доверие, да? Четвертое – нечестность. Честность, мы говорили, это верность слову, а невыполнение обещаний – это нечестность. Пятое – ненадежность, непостоянность, невнимательность и легкомысленность. Шестое – моральная слабость. Шестое – это моральная слабость. Пятое – ненадежность, непостоянство, невнимательность, легкомыслие. Шестое, моральная слабость Давайте, наверное, закроем окошко Седьмое, недостаток уверенности в себе Как вы можете верить и быть уверены в ком-то Или ваш партнер может быть уверен в вам, если вы недостаточно уверены в себе Так, седьмое, недостаточная уверенность в себе Шестое, моральная слабость Седьмое, недостаточная уверенность в себе Если человек в себе не уверен, он может быть доверять кому-то или вызывать доверие Не может, правда? Недостаточная уверенность в себе Восьмое, недоброжелательность или несправедливость Недоброжелательность и несправедливость И следующее, ревность Ревность, она питается чем? Подозрениями и рождает подозрения Рождает соперничество и горечь Можете отметить в скобках Ревность – это проявление чувства неполноценности Правда? Когда у человека уверены в себе, да? И уверены в своем партнере Будет ли ревность проявляться? Я не говорю о ревновании о Господе Это другое Ревность, я имею ввиду об отношениях между супругами, да? Да Ревность нет Это результат того, что ты не уверен в себе, да? Раз ты не уверен, что ты такой красивый Что ты такой умный, что тебя любит жена Она будет любить кого-то другого, да? Понимаете? В каком смысле ревность? Ревность – это результат чувства неполноценности Тот человек, который уверен в себе, в своей жене, да? И целостностью личности является, он не ревнует Ревность питается подозрениями и рождает соперничество и горечь Ревность питается подозрениями и рождает соперничество и горечь Так, следующее мы говорили – почтение или уважение Мы уже говорили о почтении, поэтому много сейчас говорить не будем Помните, что почтение, когда мы что? Признаем ценность другого человека, да? Ценность другого человека Содержание почтения или составные части почтения. Первое – принятие, то есть ты принимаешь человека. Это означает, ты являешься очень ценным для меня. Да? Принятие – это означает, ты являешься очень ценным для меня. Принятие – второе – признание. Признание. Ты признаешь, что человек достоин внимания и что он является уникальным и индивидуальным. И третье – подтверждение. Ты подтверждаешь чувство самооценки личности своего партнера. Да? Подтверждаешь, поощряешь положительную самооценку. Для человека очень нужна самооценка, правда? Какая нужна? Хорошая самооценка? Да. Хорошая самооценка – это не гордость. Гордость – это превозношение над кем-то другим. Первое – принятие, второе – признание, третье – подтверждение. Ты должен постоянно подтверждать, да, если ты не подтверждаешь своему другу, своему сексуальному партнеру, да, своему ребенку, жене своей и так далее, не подтверждаешь, что он для тебя ценен. Как этот человек будет себя чувствовать? Да? Значит, подтверждение позитивной оценки, самооценки твоего второго человека, с которым ты имеешь отношение. Вот. Еще признательность возникает, когда ты ощущаешь удовольствие в присутствии другого члена семьи. Знаете, если приходит человек, да, и ты ощущаешь удовольствие, и тебе хорошо и приятно. Это признательность? Или кто-то приходит, и все сразу замолкают, и все смотрят на этого человека. Все замолкает, все смекает вокруг, слушая скрипку, тарадададам, цветы роняют лепестки над весок. Никто не знает, как мой путь одинок. Живу без ласки, боль свою затая, всегда быть в мозге, судьба моя. То есть, это от чего? Это от непризнания человека, да? Хорошо. Итак, признательность – это чувство удовлетворения переживаем вами в присутствии другого человека. Одобрение – это наше согласие с достижениями, действиями или мнениями человека. Одобрение – это наше согласие с достижениями, действиями или мнениями человека. Ну и выше – это восхищение. Да? Восхищение. Одобрение говорит – я бы поступил так же, как ты, а восхищение говорит – я не смог бы сделать даже подловины того, что сделал ты. Что нужно еще раз говорю? Для почтения, уважения, признательности, одобрения, восхищения. Что вредит уважению? Первое. Несоответствие своему положению, некомпетентность и постоянные неудачи. Несоответствие своему положению, некомпетентность и постоянные неудачи. Так, что вредит, вы говорили, уважение, почтение, да, это сходные вещи. Что вредит ему? Несоответствие своему положению, некомпетентность, постоянные неудачи. Второе. Безответственность. Безответственность. Третье. Эгоизм. Четвертое. Самооправдание и самосожаление. Самооправдание и самосожаление. Третий эгоизм. Третий эгоизм. Одно слово нужно. Я вам хочу больше дать какие-то, ну, акценты, да. Четвертое. Самооправдание и самосожаление. Это наиболее разрушительное для человека чувство. Ни в коем случае не впадать. Самооправдание и самосожаление. Это четвертое. Ну, и конец уже. Моральное падение. Моральный и физический урод, нравственный каляка. Знаете, такое выражение. Хорошо. Итак. Первое. Несоответствие своему положению, некомпетентность, постоянные неудачи. Второе. Безответственность. Третье. Эгоизм. Четвертое. Самооправдание и самосожаление. Просто человека, который находится в таком состоянии самоправдания и самосожаления, никто уважать не будет. Он сам себя не уважает. Правда? Хорошо. И пятое. Это моральное падение. Еще очень важное, что должно быть. Это ощущение безопасности в семье. Следующее. Это большой такой подзаголовок, что должно быть безопасность. Семья – это островок безопасности. Это особенно касается еврейской семьи. Вы знаете, что евреев всегда преследовали, да? И только в семье человек может чувствовать себя безопасно. А если родители тебя там третируют, жена над тобой издевается, дети тебя ни в грош не ставят, будет ли чувство безопасности? Да. Некоторых людей больше безопасность на работе, поэтому они такие вот работоголики. Бывает. Правда? Вот. Какой-нибудь там милиционер, может, или ОМОНовец, или спецназовец, он себя более безопасно чувствует, когда бандитов ловит, чем когда идёт домой к своей жене. Бывают такие случаи? К сожалению, бывает. Хорошо. И вы говорили, что отношение народа Израиля и Бога – это что? Это отношение семьи, да? Как внутри Израиля самого, так и отношение Израиля и Бога. И Бог часто сравнится как что? Как супруг. Как супруг, да? Ещё одно важное качество еврейского дома – еврейский дом – это святилище, в котором присутствует шехина. Помните, это очень хорошая фарисейская мысль, я с ней согласен. После разрушения храма, да, центр где стал? Да, в синагоге, в доме твоём. Это стало твоим храмом. Поэтому домашние походы священникам, каганим, которые возносят небесам жертвоприношения. И муж и жена являются собой что? Являются собой центр, да, центр. Их любовь подобна любви отношения Израиля и Бога. И насколько любишь свою жену, да, вот настолько, как сравнится, Израиль, церковь, да, Бог, Ишуа, и да, столько будет мир в твоём доме. Мир в твоём доме. На трёх вещах держится мир. А вот на справедливости, на правде, да, и на шаломе. На шаломе. Когда двое вступали в спор и смотрели, кто из спорщиков первый прекратит в ссору, и говорили, этот происходит из лучшей семьи, чем тот. Это к трактатке души. Да будет человек уступчив внутри своего дома. Рейш Лакеш говорил, каждый, кто злится, даже если он будет мудрец, мудрость его исчезает. Ещё в Талмуде трактат Сота сказано, злость в доме, словно черви в маке. Видите, согласно еврейской традиции, если находятся в каких-то семечках, там, черви, и что? Надо отделить хорошие, да, семена от другого. Ну, можете ли вы отделить каждую маковку? Поэтому, если черви заводится в маке, что делает? Выбрасывает весь мак, да? Выбрасывает весь мак. Сказал раби Шимон бен Халафта. Не нашёл Всевышний ничего другого, способного вместить его благословение Израилю, кроме мира. Как сказал, Бог даст своему народу мощь, Бог миром благословит народ свой. Каждому, кто выдавляет мир в дом свой, защитывается так, словно он выдавляет мир во всём Израиле. У каждого еврея. Каждому, кто сеет ненависть и соперничество в своём доме, защитывается так, словно он возбуждает ненависть и соперничество во всём Израиле. Почему? Потому что каждый царь в своём доме. Это авот де раби Натан. Да, поучение раби Натана. Поручение раби Натана. Мы уже говорили о том, сколько раз, сколько значений имеет слово шалом, да? Это всё самое лучшее. Шалом – это мир, полнота, законченность, благополучие, благосостояние, совершенство. Это горячее желание человеческого сердца. В еврейском языке это слово также означает гармонию взаимоотношений, примирение, которое предполагает завершение каких-то дел, уплату долга, оплату по счетам и удовлетворение. И одно из имён, да? Ягвай шалом – одно из имён Бога, Бог мира, да? И ещё царь шалом – князь мира. Царь шалом. Поэтому в доме, где мир, там присутствует Божья шахина, да? Что же мешает миру в доме? Человеку свойственно чувствовать себя царём в собственном доме, поэтому он хочет и требует, чтобы его словам прислушивались домочадцы. Более того, он хочет, чтобы они угадывали его желания и исполняли их раньше, чем он выскажет. Эти ощущения и эти требования не являются пережиткой тех времён, когда мужчина завёл женщину и подчинял её. Это не результат какого-то общественного договора, привычки или просто дурного нрава. Это закон природы, который творец внедрил в свои творения. Но семья подобна маленькому царству. А в одном царстве не могут править два царя. Два царя не пользуются одной и той же короной. А царь и царица могут пользоваться короной. Почему? Потому что царица, она подчиняется царю. Мужчина всегда хочет быть повелителем. И всё время, пока это чувство не будет правильно понято членами его семьи, в этом будет крыться постоянная угроза миру и благополучию дома. То есть дом, который разделяется сам себе, что делается? Обрушится, да? Или другими словами, как сформулировал, я не помню, Ленин или Карл Марс, когда низы не хотят, а верхи, да? Не могут. Это тоже толмудическая такая большая мудрость. То есть царь не может смотреть, когда гвардия восстаёт против него. Он выходит на войну, чтобы подавить бунт и силой навязать свою власть. В гневе, ярости, меча, громы и молнии он уже начинает разрушение своего дома. Правда? Мир в доме разрушен. С того момента, как началась война, в дом приходит и прочно поселяется ангел-истребитель. И все, кто находится в этих четырёх стенах, как будто сидят на вулкане или в утлой лодке посреди бушующего океана. Дерих Эрит Зута, дом, в котором поселились распри, в конце концов разрушится. Видите, что и шо? И толмудическая мысль в этом отношении совершенно одинаково мыслит. Но в то же время, может ли царь быть без поднанных, без народа? Правда? Не могут, да? Поэтому, опять-таки, царь не может быть. И он говорит, а его не слушают. Он говорит снова и просит, и убеждает, но тщетно. Или, скажем, заработка главы семьи хватает на то, чтобы жить в достатке, а он ведёт себя как скупец. И домочадцы стыдятся его, и он остаётся при своём. Или человек скромен и хотел бы, чтобы в доме было тихо и спокойно. А члены семьи не склонны следовать его примеру. Они предпочитают подражать образу жизни соседей и знакомой. Или человек, допустим, его характер проникнут верой и нравственностью в этом его жизнь. Но его домочадцы совершенно другого мнения. И его ценности для них неприемлемы. А ему неприемлемы что? Их ценности. Вот по этой причине шкала ценностей у верующего человека и шкала ценностей у неверующего человека противоположны. И если есть какая-то такая душевная связь, как говорится, или Эрос, или Филева, естественно, люди любят друг друга, но как только это уменьшается, а агапы у них что? Нет. Вот поэтому говорят, что верующие и неверующие, да, они не должны идти под одно ермо. Что значит ермо? Ермо, как я говорил, это выполнение заповедей, да? Неверующему, выполнение Божьей заповедей будет тяжко. Верующему, тяжко выполнение заповедей этого мира. И возникает проблема. Сказал Раби Элай, весь мир существует лишь ради того, кто обуздывает себя во время ссоры. Спросили Раби Зейру, ученики его, откуда твое долголетие? Ответил он им, я ни разу в жизни не проявил гнева в твоем доме. В своем доме. То есть, важно что? Не проявлять гнева. Важно не проявлять гнева. Надо проявлять друг другу любовь. И, естественно, хорошо, когда в доме обе стороны, да, идут к одному. И хуже, когда обе стороны идут в разные стороны. Да, и вы говорили о сходстве характера. Не от сходства между супругами зависит их счастье, но от того, в чем они не похожи друг к другу. То есть, о чем они дополняют друг друга. Дополняют. Жили-были два человека, пристал к ним дьявол. И каждый раз, накануне субботы, начинали они ссору. И случилось-бы быть у них Раби Мииру. И он удерживал их от ссоры, пока не примирил их окончательно. Тогда услышал Раби Миир голос дьявола. Ой, горе мне, выгнал Миир меня из моего дома. Трактата Гетин. Итак, если, если твои домашние тебя не слушаются, что можно сделать? Да, есть много способов воздействия. Первое – тяжесть руки. Второе – окрик. Третье – едкое слово, которое иной раз пронзает, словно острие меча. Четвертое – порицание. Пятое – разъяснение. Это, так сказать, от наиболее сильного воздействия до более слабого. Порицание, разъяснение. Потом просьба и мольба. Следующее – гневное молчание. И последний способ – это молчаливое страдание. Тяжесть руки первое, окрик второе, едкое слово третье, четвертое – порицание. Пятое – разъяснение. Шестое – просьба и мольба. Следующее – седьмое – гневное молчание. И восьмое – молчаливое сострадание. И вот Раби Зайли ни разу не проявил гнева в своем доме. Иногда молчание человека, но более эффективно, чем проявление активного, агрессивного свойства. Помните? Да, было два пастора, так если сказать, по-теперешнему. Это Эзра и Неемия, да? Как Неемия наводил порядок? Как Петр Первый за бороды своих бояр таскал, да? Помните? И давал им хорошее внушение. Все от него все разбегались. И был Эзра, да? Это два типа воздействия, два типа царя. Эзра и Неемия, да? Неемия, Он что делал? Активно, да? Иногда надо и активно провести, да, так сказать. Ну, не забивать до смерти, но, как говорят по отношению к детей, розы – это хорошая вещь. Но отношение к жене – это не сказано нигде, да? Вот. Но, во всяком случае, какие-то активные вещи можно делать. Допускают даже разбить какую-то ненужную вещь, для того, чтобы женщина поняла, что твои намерения серьезные. Вот я тоже говорю, 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 потом начинаю уже. Осталось у нас одноблюдце. Хорошо. Итак, значит, нельзя проявлять гнев, да? Гнев – это самое худшее, что мы можем сделать, да? Но есть различные способы воздействия. И были Эзра, и были Неемия. Эзра молился, плакал, вы помните, да, но он ничего не делал активно. И Бог отвечал, и народ каялся. Неемия их бил, и тот же самый народ каялся. Так что по-разному бывает. Да. У каждого человека есть множество способов оградить себя от гнева и ссор. Рассказывает об одной затакеторе, сшившем особую одежду, чтобы надевать ее в минуту злости и гнева. И сказал, каждый раз, когда я хочу разозлиться, не начну злиться, прежде чем надену этот наряд. Это была его ограда. Совсем уберечь себя от злости и гнева он не может, но оттянуть взрыв на время, которое требуется для того, чтобы преодолеть, это он в силах. И злость в это время проходит, и сердце успокаивается. Вот так. Хорошо. Так, теперь удовлетворение потребности семье. Удовлетворение, следующий подзывок, подзывок, потребности в семье. Каждый человек имеет свои потребности, правда? И помните, мы в прошлом году говорили о пяти ступенях потребности. Кто еще помнит это? Сначала простейшие потребности, физические, да? Потом более высшие потребности и еще более высшие потребности. Пять степеней. И семья – это место, где удовлетворяются какие потребности? Все потребности человека, да? Если хотя бы одна потребность человека не удовлетворена, что происходит? Он начинает искать где-то на стороне удовлетворения этих потребностей. Поэтому такой большой подзаголовок, да? Вот. Это удовлетворение потребности. Прежде всего, чтобы это было нормальное удовлетворение потребностей, что нам нужно? Выбор правильного партнера. Да? Согласны? С чего начинается Родина? Первый принцип. Не становитесь под ермо с неверными. Так? Второе важное – это благословение отца и матери. Бывают случаи, когда разрешается не слушать отца и матери. Помните? Мы говорили. Но этим не следует тоже злоупотреблять. И третье, что необходимо – встречи и ухаживания. Потому что без этого люди не могут узнать друг друга достаточно, чтобы создать семью. Это, конечно, если брак по расчету. Хорошо делать можно и потом, но тогда начинается с расчета, правда? А если начинается с отношений, без этого не обойтись. Мы говорили, что семья – это отношение завета, да? И ключ отношений – это отсутствие эгоизма. Способность отдавать себя другому. Итак, шесть целей семьи, у которых удовлетворяются потребности. Первое – дружба. Каждый человек имеет потребность в дружбе, правда? Дружба. Да. Дальше. Физическая. То есть, что мы говорили? Да, физическая, секс, физические потребности различные, да? Если жена кормит мужа и так далее, это нормальное удовлетворение его потребностей. Если они друг к другу хорошо относятся и внимательно, да? Захотелось жене там в кинотеатр, в кино, в ресторан пойти, и он удовлетворяет ее различные физические потребности. Значит, следующее я говорю о физических потребностях, да? Потом удовлетворение потребностей душевного качества, да? Это чувство признания друг друга, чувство, мы говорили, доверия и так далее. И высшая цель удовлетворения потребностей – это каких потребностей? Духовных потребностей, да? Потребностей в Бога. Потребностей в Боге, потребностей в духовном общении, да? Так, значит, мы говорили душевный, да? Чувство признания, благодарности, вот эти все мы говорили, душевные качества. И высшие духовные качества. Хорошо. И духовные качества, да? Нет, мы говорили, подождите, давайте начнем. Душба, физические потребности, душевные и духовные, да? А шестое – это демонстрирует своем отношении Ешуа. А мы еще забыли Божье семя, вот Божье семя. Это дети, дети. А что я их забыл, да? Забыл, забыл, дети. Дети, дети, да. И шестое – это уже имеется в виду духовные потребности, да? Потребности в Боге и так далее. Хорошо. Ой, ну считайте, сколько там. Пять, короче. Пять, шесть, восемь, десять. Хорошо, все. Пять, шесть, десять. Да. Так. Хорошо. Что раздражает мужа? Что раздражает мужа? Когда жена... Так, первое. Что раздражает мужа? Когда первое – жена. Напоминает прощенные поступки. Напоминает прощенные поступки. Уже что-то было прощено. Допустим, были у них какая-то измена там с другой женщиной. Но она его простила, да? А потом она ему напоминает через какое-то время. Значит, что раздражает мужа? Когда жена напоминает прощенные поступки. Если ты уже простил, все. Да. Либо ты не простил, либо ты простил. Нету середины. Второе. Когда она пренебрегает обязанностями в доме. Что раздражает мужа? Второе. Когда пренебрегает обязанностями в доме. Третье. Имеет какие-то нереальные желания. Имеет какие-то нереальные желания. Скажем, хочешь, чтобы ты имел зарплату в тысячу долларов. Мечтать не вредно, да? Но мужа это раздражает. У кого реально? У кого миллион долларов реально? Вы понимаете? У каждого своя планка. Да. Значит, у кого, когда жена имеет нереальные желания, или сама не знает, что хочет. Бывайте такие вот. Она имеет нереальные желания, или не знает, что хочет. Четвертое. Это из того, что мужа раздражает. Когда она отвергает его лидерство. Да. Когда отвергает его лидерство. Пятое. Когда ей недостает уверенности в его решении. Да. Пятое. Когда ей недостает уверенности в его решении. Много вещей размножает мужа, да? Но самые такие вещи, которые больше всего раздражают. Ей недостает уверенности в его решении. Она должна верить в своего мужа, как в церковь Иешуа. Делайте вы так. Если вы так не делаете, то вашего мужа это раздражает. Понимаете? Да. Когда ей не дает уверенности в его решении. Шестое. Если она неблагодарна. Неблагодарна. Если она неблагодарна. Шестое. Если она неблагодарна. Так, седьмое. Она не строит авторитет мужа в детях. То есть, она не говорит, вот, слушайте, дети, отца, он умно говорит, ваш отец дуряк, недотепа. Смотри, сколько он зарабатывает. Вот не будешь сынок учиться, вот будешь таким, как твой папа. Да? Когда не строит авторитет мужа в детях. Да. Должен быть авторитет матери и авторитет отца. Но чей авторитет должен быть выше? Отца, да. Не строит авторитет мужа в детях. Восьмое. Выносит наружу проблемы семьи. Выносит наружу проблемы семьи. Есть много чего можно раздражать. Тут такой длинный список может, как этот конспект быть, да? Но я говорю о главных вещах. Теперь, что раздражает жену? Что раздражает жену? Когда муж первое. Да, не показывает ей, что она занимает, естественно, после него самого первое место. Жена должна занимать в семье первое место. Если не жена, а дети занимают первое место, теща или родная мать мужа занимает первое место, да? Вы понимаете. Значит, когда муж не показывает ей, что она занимает первое место. Второе, ну, я уже говорю для верующих, это показывает недостаток духовного лидерства. Муж, мы говорили, он священник, пророк, да? В семье, если он показывает недостаток духовного лидерства, это раздражает жену. Третье. Когда сравнивают ее с другими женщинами? Да. Сравнивают ее с другими женщинами. Четвертое. Когда у мужа нет самодисциплины? Когда у мужа нет самодисциплины? Хорошо. Если потом на перерыве уже заканчивается, уже скоро урок, так? Завтра вы возьмете эту таблицу, вот я вам читаю, да? Нет самодисциплины у мужа. Пятое. Когда муж не замечает то приятное, что делает жена. Когда муж не замечает то приятное, что делает жена. Шестое. Когда он исправляет ее публично. Если вы кому-то делаете замечание, да? Это очень обидно. Когда слышат другие люди, да? Вы постарайтесь это делать наедине. Когда муж исправляет ее публично. Седьмое. Да. Когда не желает просить прощения. Седьмое. Когда муж не желает прощить прощения. Все мы ошибаемся, все мы определенные моменты можем быть виноваты, да? И муж не желает просить прощения. Почему? Он боится уронить свой авторитет, да? самое страшное, когда вы начинаете бояться уронить свой авторитет. Тогда уже точно вы его уроните. Это без всяких сомнений. Не желает просить прощения. Восьмое. Отвергает ее мнение. Отвергает ее мнение. Это не значит, понимаете, что он поступает по-своему. Он поступает так, как нужно, допустим, но отвергает мнение. Имеется в виду, да. Вот ты для меня ничего не значит. И ты дура, и твое мнение ничего не значит, да. Ну, а что у верующих не тоже бывает. Отвергает ее мнение. И девятое, если не дисциплинирует детей. так, теперь нужны мужа и нужны жены. Я не о всех нужно говорю, а о тех, которые наиболее так проявляются конфликтные вещи. Начнем. Нужны мужа. Нужны мужа. Да, что бывает нужно мужу. Первое. Чтобы жена сама искала Бога. То есть, жена, она, естественно, признает мужа священником, но она и должна сама молиться. Правда? Молитой, не кажется, ей быть. Когда-то им сидеть. По отношению к детям тоже. Вот, чтобы жена сама искала Бога. Вторая, вторая нужда. привлекательность жены внешняя и внутренняя. Привлекательность жены внешняя и внутренняя, да? Помните, что жена должна быть постоянно привлекательной для мужа. А некоторые так. Они один раз привлекли и забыли, да? А другие, наоборот, стараются быть привлекательными для всех мужчин, да? Кроме мужа. Да. То есть, жена должна быть привлекательной. Значит, привлекательность внешняя и внутренняя. Третье. Физическое удовлетворение. Физическое удовлетворение. Да, мы говорим и сексуальное удовлетворение, и других физических потребностей. Муж голодный, надо его накормить? Одежду ему нужно сделать, чтобы он выглядел прилично, и так далее. Значит, физическое удовлетворение. Четвертое. Ему нужен друг. Друг. Ему нужен друг. Вот некоторые женщины думают, вот эта женщина, а что он в ней нашел? Да, а оказывается, почему? Потому что он не чувствует дружбу со своей женой, да? И мужчине, особенности бывает, нужно выговориться перед кем-то, рассказать, поплакаться в жилетку, да, проявить перед кем-то свою слабость. Мужчины во внешней, в среде, они такие все крутые и хорошие, да? Но должен обязательно кто-то перед кем это делать. Если эта женщина добрая, отзывчивая, да, то все хорошо. Если нет, он может искать другую. Даже не для удовлетворения сексуальных потребностей. Почему-то некоторые думают, что муж ищет другую женщину, но только для удовлетворения сексуальных потребностей. Молодости это да. А со временем сексуальные потребности меньше, но потребности дружбы, они какие становятся? Больше. Да, я вам про лягушку рассказывал анекдот? Нет? Жил-то был Иван-Царевич, вот, искал он свою фару, искал, не нашел, уже состарился, в общем, лет ему 56-57 вроде, как мне, да? И вот идет Иван-Царевич, вот и сидит лягушка. И говорит, возьми меня, Иван-Царевич, с собой. Подумал, он подумал, ну, взял эту лягушку с собой, да? Посадил ее перед собой на стол и думал, что с ней делаешь, знаешь, что делать. А лягушка говорит, Иван-Царевич, поцелуй меня. Я, говорит, превращусь в прекрасную девушку. Подумал, подумал, Иван-Царевич, говорит, нет, говорит, в моем возрасте говорящая лягушка интереснее. Итак, мужчине нужен друг. Еще потребность, чтобы в доме был порядок. Чтобы в доме был порядок, но не на моем рабочем столе. Я везде в доме вытерпу порядок, кроме моего рабочего стола. Да? Хорошо. Чтобы в доме был порядок. Еще, вы знаете, я человек почти слепой, поэтому как я ориентируюсь? Я ориентируюсь в том, что я все вещи ложу в определенное место. Поэтому я знаю те места, в которых у меня могут находиться очки. Я их снял. Я знаю, допустим, в туалете, если я умываюсь, я ложу в миску, там где-то я на кухне могу на стол положить и на своем столе в кабинете. Да? Если я случайно положу не на свое место очки, я долго буду искать, и я буду кричать, Даня, найди мои очки. Она говорит, сам ищи. Я говорю, я не вижу. Если бы я видел, я бы тебя не спрашивал. Да? Вы понимаете? То есть, в особенности вот такие слепые, плохо зрячие люди, они любят, чтобы все находилось в определенном порядке. Жена у меня правша, и она, значит, ставит кофейник, ну, электрический такой, значит, чайник. И, значит, у нее носик слева, ручка справа. Я прихожу, раз, перевернул, ручку слева, носик справа. Вот так. То есть, должен быть определенный порядок, да? Значит, муж любит, чтобы дома был порядок. Еще. Муж любит, чтобы жена отдавала ему предпочтение. Шестое. Муж любит, чтобы жена отдавала ему предпочтение. Это такая нужда мужа. И седьмое. Чтобы жена помогала ему принять решение. Это не только, когда человек безответственный, но любой человек хочет посоветоваться, да? Если он даже сделает по-своему, то у него такое внутреннее чувство. Вот смотри, я посоветовался, но я все-таки лучше посоветовал себе, да, чем мне посоветовали. Значит, муж любит советоваться с женой, чтобы жена помогала ему принять решение. А если жена не хочет, да? Вот. Я говорю, Надя, да, что мне надеть? Ну, одевай, одевай, как хочешь. А я говорю, ну, мне надо вот так вот так. А потом я все равно сделаю так по-своему, понимаете? Но надо. Надо посоветоваться. Хорошо. Нужды жены. В чем нуждается жена? Чтобы мужчина был духовным лидером. Ну, некоторые женщины в этом не нуждаются, но это уже ненормально, да? Значит, нужда, чтобы мужчина был духовным лидером. Следующая нужда – ухаживание. Ухаживание. Видите, если женщина должна быть привлекательной для мужчины, то в отношении для женщины что важно? Ухаживание. Да, сам процесс ухаживания. Не результат, важен процесс. Некоторые думают, что ухаживать можно только до того, как поженились. Правда? И возникает проблема потом. Потребность в разговоре. Потребность в разговоре. Потребность в разговоре. Честность и открытость. Так? Потребность в финансах. Понятно? Деньги нужны. И эту потребность кто больше должен удовлетворять? Муж. Шестое. Посвящение мужа. Муж должен быть посвящен семье и посвящен только ей, да? Если муж не посвящен семье и не посвящен ей, возникают проблемы. И потребность в защите. Защита – это духовная и физическая защита. Защита – это духовная и физическая. Какие духовные дары, следующее тоже, какие духовные дары проявляются в семье? Пророчество, служение, учитель и увещеватель. Пророчество, служение, учитель, увещеватель, раздаватель, если муж, да? Начальник и благотворитель. Только всем каких даров мы говорили? Но он же не евангелист, не в своей семье, да? А какие семь даров? Помните, где это говорится? В римлянам. Нет, в римлянам. Да, в коринфянам и где-то еще, да? Хорошо. Да, в пророчество, служение, учитель и увещеватель, раздаватель и начальник и благотворитель. Хорошо. И он должен высыплятывать и дисциплинировать членов своей семьи, мужчинам. Хорошо. Теперь у нас будет следующая тема. Повседневная жизнь еврейской семьи. Повседневная жизнь еврейской семьи. Вот такая традиционная еврейская семья, да? Вот они одеты по-юрлейски традиционно. Видно все? Да. Повседневная жизнь семьи. Еврейской семьи. Делаем перерыв или продолжаем? Продолжаем. Еще не конец. Но скоро будет всему конец, как сказано в Писании. Хорошо. Итак, повседневная жизнь еврейской семьи. Питание, употребление алкогольных напитков, одежда, поведение, естественное отправление. Все это так и иначе отражается на жизни супружеской четы. Прежде всего, красивый дом. Да? Красивый дом. Еврейский дом должен быть красивым. Пусть это будет простая красота. Красота и роскошь. Вы сами понимаете, это разные вещи, да? Радость человека, когда он живет среди того, что принадлежит ему. Душевное равновесие приходит к нему, когда он живет в своем собственном доме. Пусть даже не очень роскошным. Поэтому следует постоянно рассчитывать домашние расходы и мало-помалу купить средства для покупки дома или квартиры. Красота дома прежде всего в том, что это твой собственный дом. Есть еще красота жилища. Красота, укрепляющая дух, живущий в нем. Когда бедный свободно уходит и, уходя, благословляет этот дом. Пусть дом будет местом собрания мудрецов, которые, когда им надо встретиться и обсудить какой-либо вопрос, говорили бы друг другу. Пойдем в дом такого-то. Потому что хозяин этого дома радушно принимает у себя мудрецов и всегда рад гостям. Следующее качество. Первое качество дома. Красота, да? Второе. Скромность. Скромность. Нет ничего лучше для человека, чем быть скромным во всем. В словах, точных бескрайностей и преувеличений, в разносимых спокойно и тихо, в одежде, в домашней обстановке. Не слишком роскошных, не слишком бедных, но чистых и опрятных. А также в еде, питье, в супружеских отношениях и отношениях к детям. Что это значит на деле? Дом не должен быть похож на кипящий котел, выплескивающий через край крик, вопль, гам, галдеж, речи, смех, злость и гнев. Дом не должен быть похож на кипящий котел, да? Второе. Дом не следует превращать вместо сборищ праздных людей. Дом не следует превращать вместо сборищ праздных людей. В доме не должны выставляться на показ богатство и роскошь, даже если есть такая возможность, и все это в пределах возможности, а тем более, если это высшие возможности. В доме не должны проявляться на показ богатство и роскошь, даже если это в пределах возможности, а тем более, если высшие возможности. Не следует украшать свой стол в будние дни обильными дорогими яствами, надо стремиться к золотой середине. не следует домочадцам много есть и пить до пьяна не следует домочадцам много есть и пить до пьяна вечера в доме должны быть короткими, а утры длинными то есть рано ложиться спать и рано вставать, кто рано встает потому что Бог там что-нибудь дает, правильно хорошо добрый значит не следует превращать место сборища праздных людей в это проявление скромности хорошо скромность домашнего и бихода первые скрижали были даны всенародно и потому получил над ними власть дурной глаз и они были разбиты при дорожании вторых скрижали сказал Всевышний Маше нет ничего прекраснее чем скромность, как говорит Тора что Бог спрашивает с тебя любовь к милосердию и скромность поступков Медра Штанхума скромность в речах мягкий ответ отвращает гнев а горькое слово вызывает ярость это притча Мишлей 15.1 ничто не может так сохранить скромность и покой в доме как тихие речи каждый кто завел такое обычай в своем доме не только не понес никакого ущерба но и получил за это награду у нас часто бывает что кто-то хочет привлечь внимание другого и это единственный способ что? кричать да? сначала говорят громко потом начинают кричать потом начинают бить посуду потом начинают бить другого да? только для того чтобы на тебя обратили внимание но где говорится не в громе Бог и поэтому не в громе и не в грохоте идут путями Бога не в громе Бог и не в громе и не в грохоте идут путями Бога так человек и его одежда это скромность да? скромность в доме человек и его одежда никто так не отвратительен и не мерзок к Всевышнему как тот кто ходит голым у всех на глазах помните что сделал первым делом Бог? Адаму и Еве да? когда они согрешили он их одел да? почему? а они могли бы ходить голыми? а кто их там видел? обезьяны видели? змей их там видел? друг друга они и так голыми видели и Бог их голыми видел в чем же тогда проблема? не было никого еще тогда? знание добра и знание да? видите? значит никто так не отвратительен и не мерзок к Всевышнему чем тот кто ходит голым у всех на глазах вот значит Берешит 3.21 и сделал Бог всесильный для человека и жены его покровы кожи и одел их значит пророк Исаия ходил в нижней рубашке это по сравнению с тем что ходят на пляже это была очень большая скромность но по тем временам он казался недостаточно одетый хорошо мы посмотрим этот вопрос давайте я принесу в следующий раз пророки да? мы посмотрим в чем ходил Исаия давайте разрешим просто не проблема не проблема значит Берешит 3.21 и сделал Бог всесильный для человека и жены его покровы кожи и одел их да? до греха сказали они были обнаженными и не стыдились а после греха испугался что и однако и спрятался значит предназначение одежды было что? значит не только утеплять человека и так далее да? но так как у человека уже были какие-то мысли нехорошие появились да? и он что? он спрятался и он спрятался то есть он стыдился испугался греха который согрешил значит он согрешил устыдился и приемовался страха перед Всевышним и тогда он что-то на себя одел некоторые до сих пор в таких одеяниях ходят есть такие страны правда? вот одежды которые одевает человек воздают ему почет и славу само слово семла платье да? одежда семла происходит это слово семел то же самое что символ да? каждый человек по его одежде легко определить его социальную группу правда? вот одна одежда у бомжа одна одежда у африканца какого-то племени мамам вот другая одежда у бизнесмена если проститутка у нее тоже своя одежда профессиональная и так далее да? вот то есть у каждого своя одежда рэкетиров мы тоже сразу узнаем да? есть одежда такая которая под камуфляж многие молодые люди чтобы быть крутыми одевают черные куртки например или даже не служа где-то в органах охраны они называют на себя камуфляж да? вот есть такие пчелки там мушки которые под себя выглядят такими полосатыми и страшными как какие-то сильно кусачие насекомые да и положение замужней женщины более почетно чем положение незамужней поэтому ее одежда особенно нуждается в определенных нормах волосы одежды и волосы женщины это обоняние красота и всякое обаяние и всякая красота замужней женщины предназначены для мужа поэтому правило скромности предписывается что они святы и женщина не выставляет их на обозрение чужим взглядом этот же принцип сохраняется и в новом завете вы знаете да? вопрос платочек это не вопрос спасения а вопрос того положения которое занимает женщина не обязательно но одевайтесь скромно да? и волосы должны быть скромные да хорошо святыми будьте ну и еврейская традиция так говорит я сейчас говорю о традициях еврейской семьи правда? вы делаете так как хотите это я говорю на спасение ваше не сказывается правда? вот какие требования к еврейской одежде? значит если мужчины одевают цицит знаете на краях квадратной одежды есть специальная талит катан не носить одежды сшитые на базе комбинации ткани из шерсти из льна третье мужчинам не носить женской одежды а женщинам не носить какой одежды мужской да? в отношении прически стрижки и так далее мужчинам рекомендуют носить пейсы то есть локоны на висках от еврейского пиот пиот края и не брить края бороды не брить края бороды значит не стричь волосы кружок да? между прочим у всяких английских джентльменов у них как по писанию что есть бахетбарды которые по сути есть те же самые пейсы согласны? вот и не стричь края бороды что такое край бороды это трудно сказать у некоторых всю бороду не стригут и вот так вот ходят вы видели такие есть да вот есть такие что не стричь значит говорят эпиляцию делают так вот как женщины матью эпилирующей смазывают если говорят что брить нельзя но стричь можно то есть электрической бритвой бриться можно есть так как я считаю что это у меня край бороды эти здесь я сбриваю но я так немножко тоже слегка недобритый сегодня но в основном вот край бороды у меня сохраняется значит заповедь я соблюдаю? соблюдаю в достаточной мере хорошо потому что написано таки фу пиат да пиос получается на ашкенасском таки фу пиат рашхем вело ташхит эт песет зеканеха то есть не окружайте буквально края голов ваших и не порть края бороды твоей или как принято переводить не стригите кругом края волос голов ваших значит у женщины традиция опять таки предписывает быть женомужней женщиной головной уборной еврейская традиция предписывает так же чтобы мужчина был в кипе это где содержится в торе это содержится в талмуде это содержится ни одного слова ни в торе ни в талмуде об этом нет это просто традиция но я уже говорил что это хорошо для меня это как форма я вот сейчас читаю а дома я без этого но на улице я почему-то всегда в голову борю и мне кажется что мои соседи наверное подозревают что я лысый ну вот так я себя поставил у каждого свои есть определенные к этому рамки пожалуйста можете соблюдать не соблюдать я опять так говорю это не будет проклятием но это ваше отношение это ваше уважение к традициям еврейским ваше уважение к Богу да вот мы говорили что есть обычай не стричь мальчиков до трех лет да а в Венгрии сохраняется сейчас обычай брить голову женщину начиная с кануна свадьбы у нас это тоже сохранилось вот ну как память в некоторых таких вот глухих местах но в основном Екатерина Вторая скажите спасибо царице Екатерине Второй что вы не ходите лысыми впрочем сейчас такая мода тоже входит да вот спасибо тебе матушка Екатерина хорошо но особенностей там не было других религиозных одежды то есть обычные евреи одевались в тех одежды которые близки к той культурной среде где они находились та одежда которая сейчас вот у хасидов да действительно она в начале 19 века это считался шик моды да шик моды вот эти лапсердаки и так далее просто они остановились на этой моде и не двигались дальше да да хорошо еврейская кухня и кашрут следует на этот инфекция вот лапсердаки